На заседании правительства было предложено дать отрицательное заключение на проект закона, ссылаясь на необходимость подготовки комплексных изменений в Кодекс об образовании. С таким решением не согласилась заместитель председателя исполкома Гагаузи Олеся Таносогла, которая участвовала в работе заседания. В своём выступлении она отметила тот факт, что в Кодексе об образовании есть противоречия, из-за которых молодые специалисты, приходящие в учебные заведения автономии, лишены права получать компенсации на аренду жилья и энергоносители. 2014 года с момента вступления Кодекса об образовании в силу мы ежегодно обращались в адрес Министерства образования для того, чтобы устранить эти противоречия в Кодексе об образовании. К сожалению, мы не были услышаны. Сегодня рассматривается инициатива, и в заключении указывается, что в будущем это будет учтено в новом проекте, изменив Кодекс об образовании. Но противоречия, нарушения и технические сложности уже существуют, вчера существовали и позавчера существовали. И будет существовать завтра, если мы сегодня примем заключение в такой форме, в которой оно будет. Оно препятствует единообразному применению норм Кодекса об образовании сегодня в территориях. Говоря о правовых гарантиях для молодых педагогов, Олеся Тансогла подчеркнула, что государство для них предоставляет компенсации на аренду жилья и отопления. Однако получить эти средства имеют возможность учителя не по всей Молдове. Она предложила снять вопрос с повестки дня и вернуться к его рассмотрению на следующем заседании. Получается, что педагог, пришедший в Республику Молдову на работу в отрасль и желающий работать с нашими детьми, в одном случае получает гарантии, в другом случае не получает гарантии. Именно эта проблема и сегодня эта инициатива направлена на решение этой проблемы, чтобы с 1 сентября педагоги, очередные педагоги, которые, дай бог, придут к нам в школы работать, имели такие же равные правовые гарантии, как и жители других населенных пунктов. Эта проблема касается Гагаузии, но еще и части других городов и районных центров Республики Молдова. Отложение ее рассмотрения на будущее и не рассмотрение ее до 1 сентября приведет к тому, что у нас будет дополнительный отток педагогов ввиду дороговизны энергоносителей, которые сегодня есть в Республике Молдова. В свою очередь, премьер-министр Наталья Гаврилица поручила Министерству образования встретиться с представителями автономии с целью рассмотрения вопроса. И обговорили, какие у нас есть решения в новом изменении кодекса образования. У вас уже есть проект, он касается не только этих вопросов, но и других. Мы хотим, чтобы к 1 сентября уже был в парламенте. При этом премьер-министр Наталья Гаврилица на текущем заседании все же предложила утвердить отрицательное заключение на проект закона.